Смогли проверить свое здоровье. В рамках агрофорума День Сибирского поля в Паловском районе работала площадка, на которой участников и гостей ждали медицинские специалисты. О результатах обследований не только. Об этом сегодня поговорим в студии с Татьяной Репкиной, руководителем Краевого центра медицинской профилактики и Олегом Глебовым, заместителем главного врача диагностического центра Алтайского края. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, это уже традиция выезжать на подобные краевые мероприятия или просто по плану был Паловский район? Что касается диагностического центра, то мы работаем по своему графику, который у нас согласовывается с районными больницами, учитывая их потребности в наших специалистах и с Министерством здравоохранения. А вот выезд на этот форум – это, скорее всего, традиция, потому что мы всегда участвуем вместе с центром профилактики и тем самым показываем гостям этого форума, гостям и участникам, жителям Алтайского края, наши возможности. Ну и даем возможность людям попасть к нашим специалистам, пройти обследование. Вот какие конкретно специалисты выезжали и какие обследования были? В специалисты работал Центр здоровья. Стандартно он включает в себя ряд скрининговых обследований. Это измерение сахара, холестерина, роста веса, индекса массы тела, биомпедансметрия. Это та методика, которая позволяет оценить состав тела. Это сколько жировой, мышечной ткани, воды. И мотивировать пациента на физическую активность. Была представлена возможность получить консультацию по выявленным факторам риска у врача-терапевта. И работал врач-кардиолог. В тех случаях, когда необходима была коррекция медикаментозной терапии при сердечно-сосудистых заболеваниях, такая работа проводилась. Но все участники форума и гости могли не только пройти обследование, но и получить обучающий блок, который включал этот тренинг по здоровому питанию, физической активности и профилактике вредных привычек. Нередко гости форума приходили целой семьей, включая детей. И это было очень интересно детям и супругам, которые сопровождали на данный форум своих мужей. Поэтому получили не только знания о своем здоровье, но и получили знания, которые позволят сохранить здоровье и свою жизнь. Кстати, насколько активно люди участвовали? Я поняла, что с большим желанием или все же с опаской? Нет, люди всегда участвуют с желанием, потому что о здоровье беспокоятся, а у сельских жителей у них не всегда есть возможность попасть в краевой центр к специалистам, а здесь специалисты приехали к ним. То, что касается диагностического центра, то у нас в этом году работал комплекс мужского здоровья. Ну, мужское население, оно хоть и не преобладающее, но это основные рабочие руки, которые должны следить за своим здоровьем, чтобы... Ну, в общем, понятно, следить за здоровьем должны не только женщины, но и мужчины. Мужчины, конечно. Естественно. Они как-то обычно это не делают. Поэтому у нас в этом году работало мужское здоровье. Врач-уролог, врач-УЗИ, вот, и была возможность у жителей Павловского района, близлежащих сел и участников форума побывать у наших специалистов. Ну, если говорить о том, сколько человек прошло обследование, ну, не в среднем, у нас 62 человека за эти два дня прошли обследование у специалистов. Из них 38 человек это были первичные пациенты, участники форума. Ну, и что скажете? Как у нас люди здоровы? Можно я добавлю цифру? Да, добавлю цифру. Это вот цифры представил диагностический центр, а профилактическое обследование прошли 230 человек. Да, поэтому, ну, у нас чуть быстрее технология проведения скрининга, поэтому, конечно, такие цифры, они тоже говорят о многом. Ну, тогда, соответственно, разделяем, как результаты и как результаты. Нет, о результатах пока говорить рано, потому что это был первичный осмотр, пациентов осмотрели, наметили им план обследования дальнейшего, они будут проходить обследование либо у себя по месту жительства в соответствии с рекомендациями, либо приедут к нам в диагностический центр, продолжат это обследование. Поэтому это, как бы, начало пути. Ну, то есть вы все равно выявили какие-то нарушения в их здоровье? Естественно, выявлены определенные изменения в состоянии мужского здоровья, и теперь оно требует уточнения для коррекции лечения и дальнейшей тактики. Что у вас? Традиционно мы выявляем факторы риска, и, конечно, лидеры – это избыточный вес. К сожалению, мы вынуждены констатировать, это гиперхолестериномия. И третий фактор риска – это повышенный уровень артериального давления. Конечно, пациенты имели возможность получить коррекцию, знания по достижению целевых показателей. И, конечно, тем, кому пациенты нуждались, было рекомендовано обратиться за медицинской помощью в медицинские организации. Я знаю, что поезд здоровья уже давно работает. Ну вот в каких районах были и какие планы на ближайшее время? Значит, поезд здоровья у нас до прошлого года работал с акцентом на узкую специализацию, а вот с прошлого года мы работаем в трех направлениях – это женское здоровье, мужское здоровье и многофункциональный комплекс, который включает в себя ряд специалистов – эндокринолога, кардиолога, офтальмолога – уже с сопутствующей патологией, чтобы можно было корректировать и коррегировать лечение. И основной упор у нас вот на эти комплексы. Вообще комплексы у нас побывали во всех районах Алтайского края. Мы составляем график, медицинские организации представляют нам свою потребность. Кроме вот этих вот трех комплексов у нас еще работают передвижные маммографы, потому что не во всех районах есть возможность провести женщинам это обследование. Оно, как знаете, сейчас входит в программу и диспансеризации всеобщей, и сроки были сокращены по этому поводу. В связи с этим высокая потребность. Но вы уже заметили какие-то положительные результаты? Ну, предположим, первый поезд выявил столько-то больных, грубо говоря, а сейчас приезжаем и совершенно меньше в этом же районе. Нет, такую статистику пока проводить еще рано по выявляемости. Но если говорить об объемах, то, допустим, мы в прошлом году, нас посетило более 35 тысяч человек. Проведено 62 тысячи исследований, в том числе лабораторных, ультразвуковых. И, естественно, это помогает докторам первичного звена правильно оценить состояние пациентов, назначить им дальнейшее лечение. Ну, а выявляемость при каждом посещении, при каждом выезде, конечно, выявляются и тяжелые случаи. Поэтому более 500 человек у нас было госпитализовано по результатам наших выездов. В том числе и те, и другие специалисты выявляли онкологическую патологию, на которую сейчас тоже у нас делается акцент, и сроки определены по скорейшей госпитализации и определению лечения. Так что в этом направлении мы работаем вместе со всеми. С какими-то проблемами в пути сталкиваетесь во время работы с пациентами? Ну, быть может, люди не знают в этом районе, что поезд приедет, не пришли. Или добраться до района очень сложно. Значит, вот... Все продумано, в общем, я так думаю. Нет, планирование происходит совместно с первичным звеном, с центральными районными больницами. Вот, допустим, мы посетили в прошлом году 60 сел. То есть не только центральные районы, но 60 сел. Но проблема в том, что не всегда село может принять наш поезд здоровья по техническим причинам. Поэтому организовывается подвоз пациентов. Ну, а контингент заранее определяет именно первичное звено. То есть они составляют списки, составляются... То есть не так, что шел мимо, увидел, дай, думаю, зайду. Все это организовано, правильно я понимаю? Нет, это на самотек пускать нельзя, потому что тогда это будет холостая работа. Пациенты должны быть подготовлены к нашему приезду. И рутинные исследования, обычные исследования, они должны пройти по месту жительства. Ну, расскажите, как тогда вот попасть в поезд здоровья, а что требуется? Прийти к своему лечащему врачу, взять все направление или как? Чтобы попасть в поезд здоровья, пациент, как я уже сказал, должен быть подготовлен. Ну, вот каким образом подготовлен? Сейчас нас увидят и скажут, вот, что мне нужно сделать. Дайте ответ. Нет. Если данный специалист не может по каким-то причинам, данный пациент не может по каким-то причинам выехать в краевой центр, в краевую клиническую больницу, в диагностический центр, в другие центры, онкологический, кардиологический, то задача врачей первичного звена подготовить его и к посещению наших специалистов, чтобы они уже могли в комплексе оценить его состояние и могли провести те обследования, которые они не могут провести. Поэтому просто так с улицы это нерационально и неэффективно. Если говорить о центре медицинской профилактики, все знают наш телефон. Три шестерки, 650. Мы можем выехать не только в село, мы можем выехать в организованный трудовой коллектив, школу, детский сад. И для этого необходима воля работодателя или руководителя учреждения позаботиться о здоровье или своих сотрудников, или учащихся, узнать индивидуальные факторы риска. А после обследования, которое я уже обозначала, руководитель предприятия или учреждения получит паспорт здоровья предприятия. Сколько пациентов с факторами риска, сколько с повышенным давлением, сколько с избыточным весом. И это позволит внедрить корпоративные программы здоровья и позволит сохранить здоровье своим сотрудникам, снизит больничные листки. Вот такая забота, представленная государством. И, конечно, каждый может ей воспользоваться. Не только в рамках форума. То есть это демонстрация той работы, которая является повседневной. И это возможность не только прийти на ползунова 23, но и получить без отрыва от работы, от своей основной деятельности, на рабочем месте медицинскую помощь. То есть это что-то своего рода диспансеризация, нет? Это скрининговое обследование, которое позволяет выявить сахарный диабет, гипертонию. Ну да, вы перечисляли в начале беседы. Да, это важные такие составляющие, которые позволяют превентивно профилактировать, их своевременно предотвратить, в некоторых ситуациях отсрочить развитие заболеваний. Это очень важно. И, конечно, вот мы начали с того, что участники форума мужчины. И был представлен как раз мобильный комплекс мужское здоровье. Ведь мужчины в Российской Федерации живут на 10 лет меньше. И это возможность заботиться о своем здоровье и обращать внимание на свое здоровье даже в таких нестандартных ситуациях и в таком нестандартном формате. К вам может попасть тоже любой желающий? Абсолютно. Вот неорганизованная группа их? Можно самостоятельно прийти? Абсолютно. Абсолютно. Можно записаться и прийти всей семьей. Это не только абсолютно при наличии быть гражданином Российской Федерации, иметь паспорт, полис и снес. Никаких сложностей. Подобрать для себя удобное время и пройти обследование, и позаботиться о своем здоровье. Ну и вернемся к нашей совместной работе, к тому самому поезду здоровья, который работал в Павловском районе. Вы уже как-то оценили вам лучше, когда мы вместе, или все же порознь как-то удобнее? Какие-то положительные моменты обратили? Положительные моменты, естественно, были в конкретной ситуации. А вообще у нас разные цели и разные задачи. Здесь профилактика, а у нас уже... То есть объединяться, в принципе, нет смысла, потому что действительно задачи разные. Все верно? Да. Вы так и не сказали, когда и где будет поезд здоровья работать теперь. Поезд здоровья у нас работает по графику... Ну, сейчас он где находится? Сейчас он находится в зависимости от того, какая бригада в трех районах Алтайского края. И два маммографа также работают по району. И поскольку они времени там находятся? Они работают от одной недели до трех недель. Если маммографы, то они на более длительный срок приезжают, потому что это зависит от количества женщин, которым требуется пройти маммографию. Если говорить о мужском здоровье или о женском здоровье, то это зависит и от населения района, и от их заболеваемости, и от наличия тех или иных специалистов и возможностей их инструментального обследования. Если говорить о многофункциональном комплексе, то он работает, как правило, долго, до месяца, потому что там работают несколько специалистов. Ну, в общем, будем здоровы! Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Ребкина, руководитель Краевого центра медицинской профилактики, и Олег Глебов, заместитель главного врача диагностического центра Алтайского края. Продолжение следует...